Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами Татьяна Климова и видео «Спросите у Татьяны», где мы говорим о самых интересных и необычных аспектах русской грамматики и лексики. И сегодня мы посмотрим разницу между словами будить, просыпаться и вставать. Будить, просыпаться и вставать. Когда утром мы должны начать работать или начать, например, пить кофе. Будить, просыпаться, вставать. Какие глаголы использовать? Ну, дорогие друзья, это не так трудно. Номер один глагол будить, разбудить. Будить, разбудить – это когда кто-то не хочет, чтобы мы спали, да, будить. И говорит, вставай, вставай, хватит спать. Будить, разбудить. У меня есть подкаст на эту тему, называется «Сова или жаворонок». Посмотрите под видео об этой лексике, когда мы утром, нас будят. То есть будить, разбудить всегда есть объект, прямой объект. Например, когда я училась в школе на севере России, в Северодвинске, очень часто утром, например, в 6-7 часов утра, было ещё очень-очень темно. И мне было очень трудно утром. И когда будильник звенел, этот аппарат, этот будильник, я не могла встать, я не могла начать день. И тогда, например, мама или бабушка приходила и меня будила. Будить, разбудить. Будить, разбудить. Плюс кого? Мама будет дочь. Или родители будут детей. А я сейчас учусь водить машину. И в тесте на теории был такой вопрос. Ваш ребёнок спит в машине, а вы должны что-то купить в магазине. Что вы должны сделать? Вариант 1. Оставить ребёнка в машине. Вариант 2. Разбудить ребёнка и взять в магазин. Да, конечно, вариант 2. Обычно мы не оставляем ребёнка одного в машине. Может быть, опасно. И поэтому нужно разбудить его, её. Значит, будить, разбудить – это плюс объект. Кого? Я разбудила мужа. Я разбудила сестру. И так далее. А, и ещё, когда вы, например, утром звоните рано кому-то, вы можете сказать «А, я тебя не разбудил? Я тебя не разбудила?» То есть «Извини, я звоню рано. Может быть, ты спала?» Я тебя не разбудила? Я тебя не разбудила. Значит, первый этап – будить-разбудить. Второй этап – просыпаться-проснуться. Просыпаться-проснуться. И это когда мы больше не спим. То есть это момент, когда мы больше не спим. Мама меня разбудила, и я проснулась. Просыпаться-проснуться. Это когда мы больше не спим. А сейчас спим. Кстати, я прочитала очень интересную книгу о сне, недавно, называется «Почему мы спим? Зачем мы спим?» Автор Мэтью Уолкер, очень интересно, потому что я очень люблю спать. Да, значит, просыпаться, проснуться – это когда мы больше не спим. Не спим. Например, я обычно просыпаюсь в 7 часов утра, сейчас у меня нет детей, и я просыпаюсь в 7 часов утра без будильника, то есть у меня нет будильника. Мне не нужен будильник, мой организм сам говорит, когда он хочет проснуться. И я ложусь рано тоже сейчас, может быть, максимум 11 часов. В 7 я просыпаюсь, значит, в 8 часов я сплю, это неплохо. И последний глагол номер 3 – это «вставать-встать». «Вставать-встать» – это уже третий этап, когда нас разбудили, мы проснулись, и мы встаем. Очень важно повторить формы этого глагола. Да, я встаю, ты встаёшь, он встаёт, мы встаём, вы встаёте, они встают. Да, и «я встаю» – это такой жест, да, «я встаю» – это так, «я встаю». Но если вы спали, тогда вы встаёте, вы были горизонтально, а теперь вы вертикально. Это «вставать», «я встаю». То есть просыпаться – это открывать глаза, и вставать – это вы уже готовы завтракать, пить кофе, что-то делать. То есть вот это нетрудно, и в других глаголах, в других языках тоже всегда есть эквиваленты этим глаголам, правда? Вот, я обычно просыпаюсь в 7 и встаю, может быть, в 7-10, потому что сейчас я делаю специальные упражнения утром, такое «в голове» упражнения, потому что раньше, когда я просыпалась, у меня сразу в голове мысли, мысли, дела, идеи, и потом весь день так. Но сейчас я делаю специальные упражнения, чтобы не думать, чтобы голова была пустая, чувствовать своё тело, руки, ноги, чтобы не начинать день с какого-то хаоса в голове, вот так, да-да. Вот так, дорогие друзья, спасибо, что смотрите, слушаете. Если вам нравится, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, мой клуб «Русская дача» для вас, видео и подкасты каждые 5 дней. Нас там уже 500 мотивированных и позитивных человек, людей. Спасибо, что смотрите. Напишите примеры под видео. Кто у вас будет? Например, меня будет кошка. Я просыпаюсь в 6. Я встаю в 6.15. Или я сразу встаю. Напишите, пожалуйста, примеры. Если будут ошибки, я вам скажу. До скорого! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok